Здесь я повторюсь. Обратите внимание, самое важное быть в группе в школе. Тогда вы будете получать сообщение и вариться в коде. Это важное. Все можно поправить быстро. Итак, мы с вами говорили, что Мурат сначала пошел вот этим путем. Потом я его подвел, что функции, к чему он приступит, а потом показал, что можно работать еще выше на уровень, чтобы приблизиться сразу к этому. При этом он будет делать то же самое. Он будет вот с этого уровня просто выстроить немножко по-другому свой план. Первое. Он будет также прорабатывать типы данных, потому что он только отработал строки. Но отрабатывать он их будет теперь в двух вариантах. То есть в простом варианте и в пределах функций. По ходу дела, когда он будет работать с функциями и работать с типами данных, он уже начнет писать полноценные мини-программы. Функция это и есть, много раз использование мини-программы. Это ему знакомо, это действие, это он в жизни применяет каждый день. Пьет чай, кофе и так далее, и так далее, далее на работе, что все делает и так далее. При этом, по мере того, как он будет работать с функциями, я ему говорю, Мурат, загляни чуть дальше и говорю время для этого. Не по моей указке, я говорю, что надо сделать. Когда вы почувствуете, что с функциями Python у вас, в принципе, довольно твердо, вы работаете, понимаете, работаете с аргументами, работаете с телом, функцией хорошо, чувствуете, что уже есть опыт. Прошли функции, я говорю, есть постулат, который нельзя нарушать. Начинаете изучать Kotlin. Вот здесь давайте посмотрим ошибки, которые сделал Мурат, чтобы их не повторить. Да, потому что, в принципе, нормально, потому что... Так. Вот Мурат пишет. Молочина, что работает с флором. Валерий, добрый вечер, первый занятие был загружен так-так, план изменился, теперь он стал следующим. Начать с изучения строковых объектов в Python, теория, практика, сделан. То есть, смотрите, строки пошли. Получается, что человек начал работать со строками, ребят с школы, смотрите, почувствовали, методы пошли. Да? Что, да, понимаете, что происходит. Ребят, всё, всё вперёд. Дальше, обратите внимание, это уже с началом ведения разработки появились два пункта, да? Пока для самостоятельной работы я дал. Я ему сказал, Мурат, разбери Джейсон. Джейсон, по сути дела, тот ответ, который нам очень многое даёт. Значит, что это такое? Почему вот наш метод, уже первое доказательство, наш метод вот отсюда будет работать? А теперь, ребят, смотрите. У Джейсон, по сути дела, уроков много, поэтому я самостоятельно. Тут очень простое две структуры данных. Но смысл, почему люди смогли создать формат Джейсон, потому что они поняли, что все языки содержат объекты, структуру, словарь, списки, ассоциативные массивы и так далее. То есть, грубо говоря, если в питон последовательность это, допустим, список кортеж, то в Kotlin будет, допустим, массив, да? Но в любом случае, создав такой формат, мы можем легко обмениваться между языками. Почему я сказал, что, Мурат, вот сейчас надо пройти в начале, потому что вы будете сталкиваться с этим. И потом не надо хвататься за Джейсон, сейчас надо пройти, а потом уже в конкретном языке просто работать сначала со встроенными функциями методами Джейсон. Для чего нам надо Джейсон? Для того, чтобы взять, состыковать Python с Kotlin, для того, чтобы передать этот Джейсон с мобильного приложения какие-то вещи в наш проект, чтобы это обменивалось. Мы можем через API разными способами напрямую, да, обмениваться. Но именно здесь лежит понимание, что все языки сходны. Поэтому был создан Джейсон. Но начало его должно быть в начале изучения. Потому что структура Джейсон, шуточку называют, светильники, она очень проста. По сути дела, день-два, и вы разберетесь. Уроков куча в интернет. Остальное я направлю, когда надо будет. Дальше. Я для Мурата включил, посмотрите, регулярные выражения и модуль Ре. Это тоже нужно во всех языках. Сейчас не надо знать чего-то супер. Вообще, допустим, в Жанго там только азы. Но надо знать, что они существуют. Надо знать, что с ними можно работать. А потом, в процессе всего этапа программирования, это вы будете развивать. Но знать надо сейчас. Потому что это нужно во всех языках. Иными словами, мы можем все что угодно заменить при помощи регулярных выражений. И просто будем потом использовать их в Жанго, в любых разных библиотеках, да? То есть при помощи определенных конструкций. Так вот, познакомиться с ними надо сейчас, чтобы потом просто уже работать. Понятно это, Мурат, тоже, да? То есть столкнетесь с этим. Дальше. Изучить функции Котлин, теория, практика. Вот здесь была допущена ошибка глобальная. Ребята школы, помните, я говорил, прошли функции Пайтон, потом переходим к Котлин. Опять же, запутала немножко моя статья. Но теперь я поясняю. Мурат и ребята, вот эта конкретно статья, я же здесь писал, обучение разработчиков, понимать функции в разных языках. Функции как пример. То же самое будет со строками, то же самое будет с классами. Все одинаково. Мурат, самое важное, здесь вам не надо, как я сказал далее, заостряться на функциях. Именно сейчас. Давайте прочитаем переписку. Заменить изучение, заменить на этапе. Сначала надо хорошо изучить функции Питон. А потом. Именно работу с функциями, Мурат, как я сказал, надо вставить когда. Когда вы поймете, что с функциями вы хорошо знакомы. И мы сейчас прочитаем. А вам просто надо начать изучать Котлин. Помните, говорили. В статье я показал сам метод, как работать с конкретным объектом функциями в разных языках. Чтобы выйти на уровень понимания природы вообще функций. Таким же способом вы сможете выйти на уровень понимания встроенных объектов, классов и так далее. Сам принцип сейчас важно понять. То есть это надо будет проработать. Но в начале вы просто начинаете изучать Котлин. Здесь сам по себе курс на Котлин, он заточен на функциях. А вот изучили функции Питон, начали изучать Котлин, там встретились с функциями. Под нотариели, чувствуете, да, с функциями готов понимать больше. Начинаете уже то, что я дал рассматривать и в других языках. То есть уже с позиции, а что такое функция высшего порядка. А действительно функция обратного вызова есть ли в Питон? Скажу сразу есть. А есть ли в Котлин? Скажу сразу есть. А есть ли в GSC? Есть, только записываются так, так, так. Поняли? Вы просто, получается, вот на этом этапе, как бы вы работаете с функциями, а это вы просто, когда под нотариели, делаете оступление. То есть изучаете еще здесь природу, функции. Потом также вы задали до этого вопрос, а как же с типами данных быть, да? А это будет то же самое. Теперь этот вопрос, я думаю, ушел. Что проработав типы данные Питон, вы поймете, в Питон строка. А в Котлин встретитесь с массивом строк. Но смысл один и тот же будет. Природа одна и та же. Поэтому вам совершенно будет без разницы. В результате, в результате, был еще план подкорректирован. Начать изучение строковых объектов Питон. Это сделано. Изучение Джейсон будет сделано. Модуль Рей, регулярные выражения, пройдет знакомство. Изучение функции Пайтон, теория, практика. Вот теперь правильно. То есть, мы ведь в начале пути, по сути дела, как мы говорили, мы изучаем функции. Но единственная наша с вами задача, Мурат, сейчас какая? Мы функции должны не просто изучить, а у нас они должны быть усвоены на высшем уровне. На уровне понимания. И чтобы все отлетало. Чтобы у вас было, с первого взгляда, чтение функции, что она возвращает, где что происходит. Это должно быть четко. Когда вот это четко будет, можно переходить к следующему шагу. Продолжение изучения типов Пайтон в том виде, как есть, в чистом виде. Все правильно. И изучение типов данных с функциями. Эти три пункта Мурат будет совмещать так, как он будет чувствовать себя по силам. То есть, изучать функции. В то же самое время, само изучение функции будет включать и работать. Прошел, допустим, строки, начала работа со списками. Поработал так, со списком, в чистом виде. Потом создал в пределах функции список. Ага. Определил область всей видимости. Это я говорю к примеру. И так далее, и так далее. Но вы понимаете, что идет действительно натаскивание. Настоящее. А вот как прошли функции Пайтон, мы сразу подключаем Котлин. И вот этот вот момент важный, то, что описано было в статье, мы вот на этом этапе, после прохождения функции Котлин. Подключаем. Каким образом подключаем? Просто начинаем уделять время чтению тех же функций в разных языках. Но обращая внимание на природу. Что есть функция высшего порядка. Дальше. Начинает вылазить то, что общее для всех языков. Что все функции надо объявить, инициализировать. Что они делают, где параметры, где аргументы. Это все легко становится на места. И самое интересное. Ничего не надо учить. Все логически становится на свои места, потому что, ребята, вы с этим каждый день занимаетесь. А то, извините, что кричу, а то, как читаешь мышление программиста. Извините, что ргает. Да ёб твою мать! Какое... Блять, не могу. Все, успокоюсь. Надо выключить, успокоиться, выйти попить кофе. Какое нахрен мышление программиста! Вы что, когда выходите в магазин, это у вас не программа? Программа, жена говорит, жена, мать, сестра, неважно. Надо купить для борща все. Пишем список. Свекла, морковь, картофель и так далее, и так далее. Вы выходите и странным образом попадаете в магазин. Вышли, бац, в магазине. Нет. У вас в голове идет процесс полностью мыслительный. Выйти из дома, повернуть направо, повернуть налево, прийти в магазин, открыть дверь, прочитать. Или вы знаете, где уже у вас кэши в памяти лежит, да? Что свекла там, морковка там. Это же программа. И вы мне будете рассказывать, что вы не программист, когда вы готовите чай. Вы ж не делаете так. Так, сегодня я буду пить чай. Первого числа. Второго. Сегодня я буду пить чай и лезем за инструкцией. А как же мне попить чая? Я вчера пил, но я же не программист. Я не помню. Ага, читаем. Взять чайник. Ребята. Ау, очнитесь. Каждый человек от природы программист. Мышление программиста у вас есть. Оно было. Вот как вы из пеленок начали первое осмысленное делать, оно у вас уже тогда появилось. Единственное, что вам надо сделать, это каким-то образом обозначить эти понятия. Если раньше вы просто сходили в магазин, сходили в магазин и ничего не произошло, то сейчас, после этого видео, выйдите и начинайте наблюдать за собой. Что вы идете в магазин, и вы, оказывается, мыслите. Только это вы уже перестали замечать давно. И назовите ваш поход-магазин, связанное, всего лишь это функцией, и она для вас проявится. Или часто привожу пример. Говори человеку, изучая человек, там, декораторы Python. Как понаписывает математики, физики, там, черное чего. О, говорит, я понимаю, что такое декоратор. Приведи. Вот не выходя из комнаты, ты применяешь декораторы каждый день? Будет часа серая посидеть. Это уже высше высшей математики. Там он понаписывал кучу чисел, он понимает. А нахрена такое программирование? Программирование. Программирование – это продолжение нашего мозга. Чтобы мы могли передать программу через компьютер посредством языка другим людям в виде сайта, программы и так далее. Но если вы составили офигенный список, там не список, а накрутили, чтобы понять, что такое декоратор, а сидите, смотрите, как баран на чайник, и не можете понять, что вы применяете по 100 раз в день декоратор, то извините меня, извините меня, вы не то делаете, ребята. Самое важное, вообще-то, в голове совместить язык с жизнью, а не искать мышление программиста. Вон там, за углом, закапано под цветком. Взяли чай, захотели попить чая. Берем, греем чайник, берем кружку, берем сахар и так далее. Ложим чай, пьем чай, да, размешиваем, пьем чай. Хотим попить кофе. Что вы делаете? Вы, чтобы попить кофе, идете в магазин, покупаете новый чайник, берете другую кружку для кофе, берете другую ложку для кофе, да или нет? Нет, нет, а, нет, ну, ай, слава богу, выяснили. Вы просто берете тот же чайник, ту же кружку, тот же сахар, в той же сахарнице, вы ее не ходили там, не брали в магазине за углом, и всыпаете кофе. Но в мозгах, в файле вы бы прописали декоратор, заменить функцию, вместо чая положить кофе. Так осознайте это, ребята, что это вы делаете, а можно и миксин, можно и миксин, не вопрос, в классах. Вот в чем ваша задача сейчас, особенно новичка, понять, что язык составлен по подобию мозга человека. А в чем проблема получается? Что человек изучает язык, открывает книгу с кучей технических там вопросов или посещает курсы, где объясняет, в принципе, большинство курсов, ну, нанимают хороших преподавателей. Но преподавателю, допустим, абсолютно насрать. Почему? Ему задачу отчитал, заработал деньги, пошел. Он будет рассказывать техническими терминами новичку, а при этом думает, закрыта у него теплица или нет, там на даче, где он уже находится. Поэтому я говорю, ребята, надо взять это под свою ответственность. Поэтому чем больше то, что связано с языком программирования и то, что вы называете техническими терминами, с которыми вы знакомитесь, вы можете увидеть в своей комнате, в своем доме, где вы ходите, оцифровать. Старайтесь, где бы вы ни шли, размышлять. Идете, вот я отдавал ребятам задание оцифровать улицу, оцифровать то, то есть старайтесь все обдумывать. Тогда вы поймете, что язык-то у вас есть, вы все это знаете, ничего нового нет. Просто в языке это называется инициализировать, то есть иметь возможность использовать. Функция обратного вызова, то есть когда функции вызывают другие функции. Ребят, может, я немного где-то язвил, может, но мне надо было выбить вас из этой вот колеи, что вы все там придумали. Я гуманитарий, допустим, я не программист. А кто ж ты тогда? Да у тебя суперкомпьютер есть, и все, что в языке есть, ты давно знаешь. Только ты это никак не называешь жизнью. А сейчас я тебя прошу начать называть. И все. И тогда, оказывается, ты все знаешь. Но это все дает именно изучение нескольких языков. Поэтому, Мурат, так как мы уже от вас начали, то подводим итог этого видео. Вы могли пойти путем, который вы правильно избрали в начале, который просто рекомендуется по умолчанию. Грубо говоря, проходим типы данных и потихонечку идем дальше. По сути дела, достигаем первой основной цели. У нас получается, в конце концов, читать справку, книги и понимать вообще вот эти технические все описания. Но мы с вами решили ускорить обучение не за счет того, что мы больше уроков пройдем, а за счет того, что мы начинаем подходить к языку со стороны действия. То есть, включаем рабочую лошадку, функцию. И основной упор делаем на что? На то, чтобы в питон функцию разобрать от и до. Потому что все качества, которые потом мы осознаем, то есть, объявление функции, название функции, инициализация функции, что она содержит, какие аргументы, дальше тело функции, все это имеется в Python, как и в любом другом языке. Единственное, когда мы начинаем подключать второй язык Kotlin и там работать с теми же функциями, мы начинаем все это осознавать. Но мы с вами пошли еще дальше. Ведь наше дело быть разработчиком, а чтобы быть разработчиком, надо знать, размышлять языком. Но чтобы размышлять языком, важно что делать? Понимать природу. И вот здесь на примере функции мы разобрали, что теперь нам важны понятия. Это как, из чего состоит эта природа, как она называется. То есть, ведь вы сами писали здесь сообщение, вот понятно, вам Сережа Асачи объяснял там довольно просто, как умеет Сергея Малачина, я не помню где это, но я помню это встречалось, что зашел разговор о функции, Сергей объяснил, вот так работают функции обратного вызова. На самом деле, все просто. Функции вызывают другие функции. Но, допустим, если бы мы не понимали этого, и зачастую люди слышат функции обратного вызова, для них это иногда тупик. Но когда мы переводим на нормальный человеческий язык, это функции, которые вызывают другие функции. И, по сути дела, у вас начнет происходить революция. Вы наконец-то поймете, что, смотря на GC, вы будете видеть, что все функции построены на то, чтобы быстро излечь, достать. То есть, язык, смотря на Kotlin и на Python, вы будете видеть, что, ага, язык, чтобы написать мощнейшие логические структуры. То есть, функции умеют делать все, что угодно, на все направленное. И это все будет расставляться. И тогда, открывая следующий язык, вы просто будете читать, а что есть функция, и уже для себя соображать. Ага, это может язык, это не может. Понятно, вот так записывается. В принципе, можно уже и писать. Поняли. Идем дальше.